Я женюсь на тебе, тишина Будет тихую брачная ночь, будет тайной минута зачатия, от которой родишь ты мне дочь, не родятся у ней только братья. Будем нянчить ее днень за днем, и ты без слов, я без слов, вы, мы ж не мы, покрестим ее в сутки седьмые, и тоской сообща на речом. Только счастья не будет у тех, кто не знает людского участия. Ни к чему молчаливому счастье, потому что молчание – грех. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы понимаете, я уже сказал, Олесе, что вы другие сейчас. Вы пишете, вы понимаете, вот я просто пытаюсь проследить за ее мыслью, уже ушло. То есть, это надо раз читать, два читать, три читать. Но, почему я все время голосовал за нее? Потому что мне это интересно. Понимаете? Там столько у нее накручено, навинчено, что надо разбирать, как ребус. Ну, понимаете, проще прочитать мороз, солнце, день чудесный, там мой друг прелестный. И так далее. Или мой дядя самый честный правил, когда не вшитку за ним мог. В конце письма поставить Вали и знал, хотя не без греха. И за ней и без греха. Потом уже следом, ну, до него был Державин, ну, представьте, Тредиаковский писал. Чудяще обла, озорно, огромно, стаземно и лай. Все, полный хит. Понимаете? То есть, вот это. Это не значит, что можно и просто написать, но просто написать так, что волосы дыбом встанут и захочется... Ну, я же вам говорил, когда Антон Беляев и Алена Тойминцев спели Hit the Road Jack, а вообще не так, не как Рейчарль. Вы верите, вот я вот этот вот балбес, почти 70-летний, я скакал по дивану, как дитя. Вот такой я кайф получил. Понимаете? Потому что вот это такое прочтение интересно. Так вот, я своими стихами показал, как можно из простого сделать чуть сложнее или посмотреть вообще с какой-нибудь другой стороны. Понимаете? Но ни в коем случае Романова не надо брать за истину. Вот Любовь Михайловна правильно сказала, и это всегда. Каждый из вас должен найти свою дорогу и писать, чтобы никто вообще мне был похож. Потому что попугайничать проще простого. Понимаете? Я поэтому вообще почти никого не читаю, чтобы не было попознавения чего-нибудь такое с попугайничать. Ну, не знать, что вот написать, а вот похоже. Хотя иногда хочется ответить. Понимаете? Поэтому, ребята, вот мне было, вот мне с вами крайне интересно. Крайне интересно. Вы все разные. Но у каждого из вас по-своему болит душа. И вот она, вот эта душа выкладывается здесь. Понимаете? Вот поэтому писать надо. Надо. Время у нас такое. Да. А англо-санкции не стоят вообще никаких стих. Очень. Стоп. Just a moment, my dear friend. Так вот, я предлагаю действительно не лабудой заниматься, а заняться нормальным переводом. Вы заказывайте, что хотите. Я могу западноевропейскую поэзию подстегнуть. Вот та, которая из всемирной литературы, ради бога. Там Рильке, там Верлен, там кто там еще? Господи, боже мой, там много чего всякого. Но здесь весь вопрос в том, вот я просто хотел бы. Понимаете? У меня, допустим, вот она вся, эта западноевропейская поэзия, она у меня лежит. Вот я хочу с ней поработать. Но каким образом? Вот у меня пятый том, это читая японские танки или поэзия ассоциаций. Я просто на сто японских танков написал свои ассоциации, которые абсолютно не совпадают, допустим, с тем, что... То есть, мне вот эти четыре строчки, они меня только побуждают к чему-то своему. Понимаете? Точно так же я хотел поступить с западноевропейской поэзией. Почему? Потому что, ну, скажем, тот же Рильке написал что-нибудь, а я прочитал, а у меня совсем другой взгляд вот на это, то, что он написал. Понимаете? Это один вариант. Понимаете? То есть, мы берем, с вашей подачи берем, допустим, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Десять. Но лучше пусть будет десять авторов. Так интереснее. Так? И берем нормальный перевод, неважно, в чем он там переведен, маршак или еще что-то, но мы пишем на него свои ассоциации. Или второй вариант. Вы понимаете, я совершенно недавно узнал, что сейчас, оказывается, говорят, о, он переводит, пожалуйста, с испанского, с французского, с португальского. Как-то, ну, понимаете, я испанского не в зуб ногой хотя бы пытался, но я могу вам сказать. Это из Рафаэля. Понимаете? Я просто запомнил, как попугай. И я это помню. Могу наврать, потому что истинный испанец скажет, ну, ты там на косячь. Ну, кстати, я к чему говорю. Оказывается, все просто. Товарищ берет и врубает автопереводчика. Я думаю, это что за вот галиматиот читает. Это что такое? Верлибо, неверлибо. Ну, то есть, вот это можно написать только, когда сенсимилии хватит на всех. Так вот тоже. Пока звучит регги, ага. Ага. О, в лед, понимаете. А, да. И Аргентина, и майка. В ледной, да? Так вот, понимаете? То есть, автоперевод есть. Но есть подстрочники. Есть подстрочки. В интернете их сейчас пруд прудит, понимаете? Можно по подстрочнику. То есть, галочка, вы задаете музыку. Вот это будет шикарно. А я отвечаю. И, естественно, нам на это понадобится время.